Всем привет, я Матвей Сафонов, и сегодня я отвечаю на вопросы от женской сборной. Поехали! Матвей, привет! Расскажи, пожалуйста, свои воспоминания о Евро и конкретно о матче с Данией. О Евро у меня такие положительные воспоминания, потому что мне нравилась вообще атмосфера. И вот, в частности, матч с Данией – прекрасный показатель того, какая была там атмосфера. Потому что основное мое воспоминание о матче с Данией – это то, что я выкидывал из вратарской стаканы с пивом, которые летели после каждого гола, и я пытался очистить свою штрафную. Но болельщики там были грандиозные, это было очень круто, я это запомнил. И, как сейчас помню, то ощущение, когда выходил на стадион, и когда все болельщики одним голосом мы скандировали какие-то лозунги и кричалки, это было круто, и очень хочется еще раз это испытать. Правда ли, что в детстве ты хорошо знал математику и мог стать программистом? Да, в детстве я занимался математикой. Вообще, математика был мой любимый предмет в школе. И я дополнительно ходил в математическую школу, где отдельно разбирались олимпиады. Я туда ходил где-то, я был в шестом классе, я думаю, но там разбирались олимпиады до девятого класса, насколько я помню. Вот. И в тот момент меня это интересовало. На самом деле, математические задачи интересуют меня и сейчас. Да, я уже очень много забыл из школьной программы, но всякие логические задачи, задачи с вычислениями, мне это интересно. И на ютубе я зачастую засматриваюсь на какие-то разборы каких-то олимпиад или еще в этой теме. Поэтому математика мне очень была близка. Ну и близка сейчас, мне она интересна. Но вот в программировании, я думаю, я далеко, конечно, до программирования. Я видел, что в каком-то интервью мне приписывали карьеру программиста, но это далеко от истины. Матрей, вспомни свой самый крутой и самый неудачный матч. Видимо, мне два надо вспомнить, потому что самый крутой и самый неудачный, вряд ли это будет один и тот же матч. Наверное, вот всегда, когда меня спрашивают про самый мой крутой матч, я говорю, что он был у меня в детстве давно, потому что как-то на свежую голову. Они примерно там есть хороший матч, есть где чуть лучше, есть где чуть хуже. Сейчас вот в профессиональной карьере, поэтому выделять какой-то один мне не хочется. Но в детстве, по крайней мере, мне кажется, что он был прекрасным. В моей голове и в моих воспоминаниях он таким и остался. Мне было лет 12, и мы командой ездили в Донецк играть с шахтером. И как раз таки мы ездили зимой на автобусе с Краснодара. Долгая дорога, и в итоге там 2-3 товарищеских матчей. Это у нас там ежегодные были такие как бы мини-сборы, скажем, мини-поездка туда на неделю. И мы играли с шахтером у них на базе. Сыграли 0-0, лежал снег, было очень холодно. Я вот в том матче, по моим воспоминаниям, отбивал все, что можно было. У нас, ну, мы играли чуть хуже, чем сопернику. У соперника было много моментов, но в итоге мы сыграли 0-0. Но основная загвоздка в том, что я на тот сбор, ну, когда мы уезжали, забыл бутсы. У меня 46-й размер ноги, я играл 43 с половиной. Это максимальные были на тот момент. Я все-таки был 12-летним мальчиком, и у остальных была нога поменьше намного. В общем, я в них влез, на морозе нога замерзла. Мне было больно ходить там, больно стоять, было дискомфортно. И, возможно, какая-то лишняя концентрация, не знаю, на ногах или на себе, возможно, помогла мне тогда выдать вот лучший матч, наверное, в моей карьере. Я прекрасно помню свои ощущения, когда я пришел в раздевалку и снял бутсы, и кровь, которая туда не поступала, она притекла обратно. Это было не очень приятные ощущения были. Поэтому я больше в 46-м лучше поиграю, больше мне это нравится. Самый неудачный матч? Скажем так, я, наверное, рад, что не могу выделить какой-то один неудачный матч, потому что полностью провальных матчей, я думаю, что у меня не было на сегодняшний момент. Есть плохие матчи, есть матчи, где я совершал ошибки, но я стараюсь даже после ошибки какой-то совершенной, держать себя в руках и не сделать хуже, скажем так. Самое плохое, что ты можешь сделать, это после пропущенного привезенного гола привезти еще один. Поэтому, когда совершаю какую-то ошибку, я стараюсь как минимум уже отыграть безошибочно, но где можно, там спасти, подвыручить. А если тебе вот один матч любой скажет, вместо проигрыша будет выигрыш, какой бы ты был? Да я думаю, что нет. Я думаю, что ничего я бы не менял, потому что спорт – это соревнование. Если моя команда и лично я проигрываю, то значит мы этого заслужили на этот момент. И смысл что-то менять по щелчку пальца. Даже если это будет финал какого-то турнира, я думаю, что мне бы не хотелось поменять результат, по крайней мере сейчас, потому что проигрыш в финале – это тоже эмоции, тоже прекрасные воспоминания и очень драгоценный опыт. Атвей, побегал ли когда-нибудь с базы, чтобы повеселиться? Я думаю, что сейчас, после того, как выйдет это видео, меня, наверное, напишут мои руководители с клуба, что я сейчас расскажу. 10-11 класс, нас увозили на выходные, получается, в торговый центр просто погулять, и потом на автобусе все вместе, ну, на целый день увозили, в воскресенье условное, и потом вечером возвращались. Когда у нас было свободное время, условно, не было тренировки, мы просто сидели на базе. У меня был гаечный ключ, я который все выкупил, и я раскручивал забор, чтобы сквозь него пролезть, когда хотел уйти там на свободу. Но так лучше не делать, могут быть последствия. Моди, расскажи свои самые жесткие стычки или драки. Ну, если честно, я не любитель подраться. Я не дрался, наверное, давно уже, потому что я понимаю, что в данный момент мое здоровье – это то, что меня кормит, и я не хочу подвергать опасности свое здоровье, потому что любая травма за полем – это большие вопросы к моему профессионализму. Наверное, последняя драка была в школе, еще даже не в академии, не в академии, а в своей школе, где-то по детству, класса, наверное, до пятого. Я думаю, что такое. Ну, прям жесткого ничего не было, это обычные там стычки одноклассников, и, скажем так, меня это обошло стороной. Матвей, как справляться со звездной болезнью и не стать жертвой больших денег? Если честно, мне как-то некомфортно отвечать на этот вопрос, потому что я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звездная болезнь, и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому. Как по мне, если рассуждать отстраненное на эту тему, то, как по мне, важно иметь свою голову на плечах, иметь свое какое-то мировоззрение. Что бы ни случилось, помнить о том, какой ты был, какие мысли у тебя были. Иногда, наверное, ставить под сомнение истину, которая кажется тебе правильной в какой-то момент, вот после какого-то успеха. Нужно обернуться назад и посмотреть, принял ли я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют мое поведение. И, наверное, стоит задумываться о том, есть ли у тебя звездная болезнь, и пытаться определить это. И когда тебе кажется, что предпосылки есть к этому, то нужно задуматься, нужно ли тебе это, что, возможно, нужно поменять, и зачем нужно последить. Я думаю, все это больше про самоконтроль. А деньги? Нет желания, когда большие деньги в юном возрасте, потратить на что-то не нужно? Я не знаю, как у других было, но когда мне пришли первые деньги, это первые деньги мне пришли, наверное, 100 тысяч мне пришло, сборную по возрасту поехал, и у нас то ли премиальные были, то ли за сбор нам заплатили 100 тысяч. Я не знаю, как поступили остальные ребята, но эти 100 тысяч отложил на карту, скажем так, в банке, и в итоге пролежали у меня эти 100 тысяч через год, и тогда мне уже подняли зарплату, и я думаю, а почему я их не потратил? В принципе, скажем, я ее не потратил вовремя. Когда все тратят слишком быстро, я их не тратил слишком долго. У меня другая проблема была. Можешь вспомнить какой-нибудь смешной розыгрыш, который произошел у вас в команде? Ой, смешной розыгрыш. Ну, скажем так, не все можно рассказывать общественности про ситуации в команде, но из того, что у нас происходит регулярно, есть такая, не знаю, традиция, можно отчасти назвать. У нас есть там бразильцы и другие латиноамериканцы в команде, и они любят на день рождения разыгрывать именинников тем, что разбивают об голову яйца, обсыпают мукой. Это такая уже стала классической шуткой, и я думаю, что ребята уже ожидают свой день рождения и опасаются этой ситуации. Матвей, видела видео, где ты лихо кладешь трехочковые броски. Так почему футбол, а не баскетбол? В моей жизни был такой период, когда мне пришлось выбирать дальнейшее продолжение саморазвития в спорте. У меня был вариант плавания, баскетбол, футбол, там, может, еще пару каких-то увлечений. Плаванием я занимался до тех пор, пока не заболел геморитом. После этого мне пришлось закончить плавание в связи с здоровьем. А между футболом и баскетболом выбор был прост, так как мне нравилось играть в футбол, я им уже занимался, а отец мой не хотел сильно меня тащить в свою сферу, в баскетбол, потому что считал, что я просто маленького роста. Когда я с ним разговаривал, спросил, почему ты меня не повел на баскетбол, он говорит, ну, я просто не видел, не был уверен в том, что тебя ждет большое будущее именно в этом спорте. Поэтому он доверился моему выбору и разрешил заниматься тем, что мне нравится. Так и попал в футбол. Существует ли дружба между вратарями? Если да, приведи примеры жизни. Я уверен, что она существует. Даже если вы играете в одной команде, я могу показать свой пример, допустим. Мой сменщик – это Стас Акац, и мы с ним в прекрасных отношениях, мы спокойно можем вместе пойти гулять. Это не только футбольные мероприятия, командные мероприятия, а просто там списываемся, что-то скидываем на руку, какие-то мемы, так называемые. Я считаю, что она есть. Плюс атмосфера у нас в команде сейчас сборная, и она прекрасная. Кто не приехал бы, любой вратарь, все настроены дружелюбно, положительно, все открыты к общению. Поэтому мне это очень нравится. Мне очень нравится коллектив здесь, потому что все ребята опытные, все ребята понимающие футбол, понимающие там взаимоотношения между вратарями, и при этом не возникает никаких конфликтов. Я, если честно, очень удивлен, потому что до сих пор не было ни одного конфликта. Как так? Где конкуренция? Просто нет, конкуренция есть, я пошутил все-таки. Конкуренция есть, но она проходит через призму здравого смысла, и никаких там плохих поступков или еще чего-то даже в мыслях ни у кого нет. Я в этом уверен. Матвей, расскажи о своем отношении к Игорю Акинфееву и о том, как вас столкнули лбами журналисты. Так, опять про Игоря Акинфеева у меня вопрос. Мое отношение к Игорю я говорил много раз. Хороший футболист, у которого за плечами огромная, интересная, полная экшена и всего остального интересного момента в карьере. И она еще не закончена. Кумир для многих молодежи, для многих людей, футболистов и не только. Поэтому мое отношение к нему может быть только положительное, только в таком ключе. Насчет того, что писали журналисты, я высказывал свое мнение насчет... Меня спросили, я не сам высказывал, естественно. Меня спросили по поводу карьеры, хотел ли я повторить путь Игоря Акинфеева. Я не помню, что именно ответил, но заголовок был не отражающий самой суть моего ответа. Я хотел сказать, что я не считаю карьеру Игоря Акинфеева идеальной. И я сказал, что спросить у Игоря, если задать ему вопрос, поменял ли он что-то бы в своей карьере, может, какой-то выбор, какие-то ошибки допускал, которых не хотел бы допускать. И от этого, скажем так, его путь был бы более гладким и уверенным. Он бы наверняка сказал, что да, есть ошибки, есть моменты, которые я поступал неправильно. И я про это и говорил, что повторять чью-то карьеру или жизнь – это неправильно. Нужно идти по своему пути и строить свою карьеру. Ты можешь равняться, но повторять, я думаю, что это неправильно. Мой посыл был такой. Скажем так, кому ближе верить тому, что говорят журналисты, без проблем, я не против. Поднимайте активность в Инстаграме, как я уже говорил, комментариями про Игоря Акинфеева. Поехали. Составь портрет идеального вратаря. Игра на линии, игра на выходах, игра на гамме и харизма. Честно, я вообще не разбираюсь в современном футболе. Я не смотрю футбол, я не знаю, кто как играет сейчас. Я могу назвать просто фамилии, которые я знаю. Я не понимаю, кто сейчас на каком уровне играет, потому что я просто не смотрю. Давай, из премьер-лиги, пусть будет. Окей, игра на линии, я себя поставлю. Поставлю себе вот из четырех, наверное, я выберу только это. Хотя бы одно, они четыре все. Не, ну одно, потому что на остальные есть претенденты. Игра ногами, Писяков, Сергей. Игра на выходе. Пусть будет Ваня Ломаев. Мне нравится, как он очень активно бежит, скажем так. Он хорошо играет. Ну, про Писякова не надо, чтобы объяснять. Просто хорошо играет ногами. он профессор. Вот. И харизма. Ваня пытается быть очень харизматичным, Ломаев, но мне не очень импонирует его модель поведения. Харизматичен очень Игорь Акинфеев. Но мне тоже не очень нравятся некоторые моменты, но это лично мое сугубо мнение. Ну, именно в плане харизмы и того, как вести себя на поле. Правильно же я понимаю харизма? Поведение на поле. Просто я пытаюсь понять, у нас многие вратари, они ну, никак не проявляют свою харизму, по факту. Я сейчас думаю, кого мне поставить на харизму, чью харизму взять, условно. Но, скажем так, окей, для меня самая близкая харизма это, естественно, моя на поле. Но я себя уже поставил на игре на линии. Кто у нас вообще кричит? Вообще хоть кто-то? Игорь кричит, Ваня кричит активнее всех. Кто еще? Ну, нет никого. Ну, не то, что-то кричит, как-то подсказывает активнее. Блин, тяжело с харизмой, скажем так. Я думаю, что сейчас в РПЛ, ну, вот, то, что ближе мне, скажем так, его пока что нет. Скажем так, я думаю, что скоро вырастет. У меня вот хороший сменщик и растет в Краснодаре. Поэтому давай его харизму возьмем. Стас Акаццев, поехали. На перспективу. Матвей, ты всегда выглядишь очень спокойно. Что тебя вообще может вывести из себя в жизни и на поле? Ну, если честно, мне кажется, что не совсем я спокойно выгляжу. Если посмотреть мои матчи, там бывает меня накрывает в последнее время. Было дело. Больше всего меня могут вывести эмоции, потому что эмоции иногда я не могу сдержать. Иногда они меня перехлестывают настолько, что я готов ворвать и метать направо и налево. Из того, что может вывести в игре, ну, допустим, какой-то момент, напряженная ситуация, какое-то мое спасение, чья-нибудь ошибка такая, ну, там, не технического характера, а когда человек к нему не хочет. Допустим, был момент у нас, я сорвался на нашего опорного полузащитника в матче, тюкава забил, получается, с Динамо. Да, с Динамо, получается, наш опорник просто два раза проспал в одном моменте, и мы пропустили гол. Меня это накрыло. я не понимаю просто, как можно, ну, вот я говорил, всем своим ребятам говорю, если кто-то на поле выкладывается на полную, как кто-то другой может позволить себе не делать этого? Я этого не понимаю. Это неуважение к себе, к команде, к партнеру своему, это невозможно. И поэтому, когда вся команда старается, а кто-то один может себе позволить уснуть и вообще не играть эпизод, по мне, это, ну, свинское отношение. Поэтому это меня может вывести. А в жизни, ну, в жизни, наверное, по меньшей степени я срываюсь там или могу выйти из себя. Зачастую я стараюсь держать себя в руках. Вот, но бывают моменты, когда за рулем меня может кто-то вывесить. Ну, и плюс есть там, мне не нравится, когда со мной плохо разговаривают. Это тоже меня может вывести из себя. Когда это делают не просто, ну, неуважительно, а, ну, когда, когда со мной разговаривают прям чересчур неуважительно, скажем так. И это я не про уважение к себе как к персоне, это я про отношение человеческое. Если разговаривают не по-человечески, меня это начинает чуть напрягать, потому что, ну, это неправильно. Потому что я стараюсь быть вежлив, учтив, но когда получаю обратное, меня чуть может это выбесить, но я стараюсь держать себя в руках. Матвей, а как ты относишься к посиделкам на природе? Костер, гитара, шашлык, природа, или, может быть, ты предпочитаешь оставаться в городе? Ну, я прекрасно отношусь к отдыху на природе, потому что у меня с детства есть воспоминания в Краснодарском крае, то ли поселок, то ли район, называется большой, есть большой и малый утриш, и там находятся кемпинги, это когда ты приезжаешь на машине с палаткой и на берегу моря костер, гитара, игры в крокодила, там, в мафию, вот это все, это у меня прошло с детства, потому что мы с семьей катались, много наших друзей каталось с нами, и мы прям три-четыре палатки прекрасно проводили время, и у меня прекрасное ощущение, ну, воспоминания о вот этих моментах. Единственное неприятно, что в туалет там мне негде было ходить, вот это только единственное, что омрачает эти воспоминания, а в остальном очень хорошие воспоминания о природе, я вообще люблю шашлыки, даже купил себе мангал хороший для этого дела, да, вот поэтому к природе, к отдыху на природе я отношусь только положительно, не считай комаров, к комрам тоже плохо отношусь, а остальное все вообще прекрасно, но в последнее время я все-таки выбираю отдых в городе, потому что как минимум это для меня удобнее сейчас, сейчас очень много дел, нужно находиться в двух-трех местах одновременно, поэтому нет времени уезжать на природу, если у тебя тренировка, допустим, днем, это очень тяжело сделать, поэтому пока что обхожусь без этого. Гитаре не граешь? Я, кстати, пытался научиться, я брал гитару, но после второго занятия я понял, что у меня пальчики уже начинают атрофироваться и меня не слышают, вот, поэтому без гитары, но у меня в планах научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, у меня есть один музыкальный инструмент, они только как называется, короче, такая железная байда и две палочки идут, как к барабану, и тут такие, как лепестки, ты по ним бьешь, и как по железу, так, ну вот, я на Фимбо играл, начал вот последние недели вот дома, я начал обучаться игре на этой, на этом музыкальном инструменте, правда, там тяжело разбираться, пока выучил только Король и Шута песню, вот, так что все в процессе. Матвей, расскажи про свое увлечение настольными играми, какие самые любимые? Опа, так вот, не знаю, откуда эта информация, видно, девочки чуть в курсе про меня, у меня есть коллекция настольных игр, я ее начал собирать еще, будучи в академии, это класс, наверное, 10-11, я начал собирать коллекцию игр, я их выкупал сначала с Авито, у меня до сих пор есть игры, которые я выкупал с рук, просто потому, что это было дешево, чем брать новую в магазине, естественно, потом, в течение времени я начал просто больше увлекаться ими настольными играми, смотреть, какие они, начал покупать уже с магазинов, просто с обычных, которые есть в Москве, в Краснодаре, везде, начал ими увлекаться, у меня просто есть, ну, была компания, скажем так, которая разделяла мои интересы, и мы, в принципе, вечерами могли посидеть в какую-нибудь игрушку, поиграть, или какую-то новую посмотреть, из того, что мы уже знаем, и мы были всегда открыты к чему-то новому, поэтому, если кто-то приносил новую игру, главное, что просто он до этого прочитал правила, и мы могли садиться и сразу в нее играть вообще без проблем. вот, с течением времени мой интерес к настольным играм чуть-чуть увеличился, мои познания увеличились, и я уже понял, что практически все, что продается вот в магазинах, это все шлак. На данный момент я покупаю только игры, которые выходят на предзаказах, какие-то эксклюзивные игры, да, их немного, и сейчас чуть интерес к этому пропал у меня, Угас, потому что компания, с которой я мог все это пробовать, она у меня развалилась, скажем так, потому что многие из них были футболисты, и они разъехались просто сейчас по разным командам, и на данный момент у меня есть, я думаю, Игр 20, которые я даже не открыл, они в пленочке лежат и ждут своего часа, но сейчас я это воспринимаю уже как просто коллекционирование как собирательств, скажем так, настольных игр, и сейчас, наверное, у меня коллекция игр на 130-140 у меня, и себе как раз сейчас закончил делать игровую комнату, поставил себе покер на стол, поставил там полки, шкаф для игр, и, кстати, я потом тебе фотку покажу, окей? Все, договор. Вот, поэтому, что касается настольных игр, в принципе, такая ситуация, сейчас чуть угас интерес, потому что я переключился на бильярд, я начал играть в бильярд, и мне сейчас это очень нравится. Матвей, расскажи, как ты относишься к экстриму? Тарзанка, горные лыжи, парашют, а может быть, мотоцикл? Я к экстриму отношусь очень хорошо, мне хочется попробовать все, но при этом практически ничего не пробовал, потому что есть обязательства по контракту, которые я стараюсь выполнять, я хочу попробовать, первое, что я хочу попробовать, это прыжок с парашютом, потому что есть знакомые, которые пробовали, которые этим занимаются, и они говорят, что ничего страшного, попробуй, ну, возможно, когда мне не будут снимать камеры, через некоторое время, возможно, я попробую, и об этом никто не узнает, надеюсь, вот, но на данный момент ничего такого я не пробовал, ни тарзанку, тарзанку не хочу, потому что мне кажется, это очень травмоопасно, а вот прыжок с парашютом я попробовал, понятно, что не меньше риск, но полетать я действительно хочу, вот, поэтому, как будет возможность, обязательно все попробую. Мотя, наверняка ты ждал этот вопрос, почему ты кардинально сменил имидж, и не надоело ли тебе слышать фразы «побрейся» или «подстригись»? Так, почему сменил имидж? Началось просто из-за того, что я устал от того, что мне приходится поправлять прическу, мне это не нравилось, я думаю, блин, ну, о чем мне ее поправлять, если можно просто отрастить? Мне просто, больше всего меня напрягало то, что, когда у меня какой-то лак или гель на волосах, это мешает мне, потому что, если я как-то дотронусь до головы, там, или лоб протру, на перчатках остается этот гель, и он мешает ловить, перчатки становятся скользкими, и это одна из основных причин, по которой я решил, что мне не нужно пользоваться никакими средствами для волос, и все нормально. Началась первая стадия того, как я отращиваю, чуть там, этот был грибок, да, вот этот вот, который под резинку у меня был, вот, вроде ничего, нацепил резинку, думаю, блин, удобно, вообще, пот не течет, все классно, думаю, стричься, не пойду. Потом я уже, как стадия закончилась, когда мне уже, там, чуть неудобно было, я уже начал что-то придумывать, там, как-то волосы подминать под нее, там, не знаю, что-то придумывать, потому что просто мне было удобно в этой резинке, у меня их там, 30 этих резинок лежит, я одну взял, все, и пошел, мне очень удобно, меня ничего не напрягает. После этого пошел период, когда я, после Нового года, я снял резинку вот эту, которая ходила там в течение года, вот, потому что мне просто стало уже неудобно, я думаю, ну, барберу, я говорил, твори, твори что хочешь, он мне мыл просто голову, отпускал меня домой, говорил, у тебя все нормально, поэтому вопросы могу переадресовать, вот, поэтому сейчас меня, в принципе, все устраивает, мне удобно, поправил так волосы, хвостик завязал, там, чуть, премянул, чтобы они просто не петушились, и, и, в принципе, мне удобно, меня все устраивает. А если бы подкалывать, ну, бываешь наверняка, шуточки? Да, конечно, мне, ну, слушай, мне в команде уже пацаны говорят, когда подстрижешься, я всегда отвечаю завтра, и они все спрашивают, что не подстригся, я говорю, так завтра же договорились, все, и это завтра пока не наступило, но я ходил, честно, к барберу, у меня не получилось, ну, меня не подстригли, ну, что я сделал, деньги заплатил, не подстригли, ну, возможно, обманули, не знаю, но маме нравится, второй год, ну, и все, но, кстати, вначале не нравилось, она меня отговаривала, говорит, подстригись, если я сейчас подстригусь, все скажут, отращивай, что ты сделал, я говорю, сколько тех, кому нравится, столько же тех, кому не нравится, поэтому всем не угодить, и, ну, честно, ну, мне без разницы, что говорят про прическу вообще, ну, 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 прикольно, ладно, обсуждают, ну, лучше, лучше на поле, обсуждать то, что делаю, а не на голове у меня, правильно? Матвей, давай немного пофантазируем, давай, расскажи, какую временную эпоху ты хотел бы пожить, и почему? На самом деле, недавно думал об этом, о том, если бы я, допустим, перенес сейчас какой-то там век, условно, какой я смотрел, 17-18, я понимаю, что мне было бы очень тяжело, ну, вот, если бы я сейчас в таком состоянии, вот, ну, перенес, и, скажем так, наверное, я не выберу никакой век, потому что мне хорошо здесь сейчас, даже футбол 50 лет назад был совершенно другим, я бы не нашел себя в этой сфере деятельности, как нашел сейчас, мне кажется, все, что не делается, все к лучшему, и сейчас я доволен своим временным положением в нашей эре, и поэтому я ничего менять не хочу, но если фантазировать, ну, тяжело выбрать, потому что пока было рабство, когда ты переносишься в прошлое, то есть шанс, что ты станешь рабом, и все твое приключение сойдет на нет, вот, поэтому я не хочу ничего выбирать, оставляем все так, как есть, и ничего не меняем. А эпоха мушкетера? Или лиц? Посражаться, думаешь, в нее пошло бы? Ну, допустим, с мечом бы сфоткался, я дальше, что с ним делать? Я не знаю, поэтому, наверное, нет. Матвей, есть ли у тебя татуировки, если да, то что они означают? Не знаю, есть ли татуировки, конечно, вроде есть. Так, начнем. Моя первая татуировка, гладиата, сейчас она самая свежая, потому что я ее перебивал сверху, просто обновил и поменял стиль. У меня ассоциация с гладиатором, такая, что он, когда выходит на арену, он борется за свою жизнь. Понятно, что это были там показательные выступления, но все же, если рассматривать таких гладиаторов, которые боролись не на жизнь, а на смерть, то вот именно такое отношение к делу я хочу видеть у себя. И это как напоминание того идеала, с которым я должен выходить на игры, на тренировки и, скажем так, напоминание о том, что я хочу видеть от себя. Наверное, потом следующий был Минотавр у меня. Минотавр это защитник лабиринта. Мне нравится то, что он как хранитель, скажем так, я немножко хранитель ворот, он хранитель лабиринта. Плюс, естественно, это отсылка к бычку. Все-таки вся моя жизнь проходит в Краснодаре, и сам по себе я бык уже давно до мозга костей, и поэтому мне очень понравилось там пересечение такого смысла и выходит у меня Минотавр как раз. Плюс мне нравится мифология. Не сильно, но что-то там я знаю, разбираюсь немножко, знаю там по мелочи, скажем так, какие-то факты, поэтому Минотавр самый лучший выбор, который я мог сделать, мне кажется, я вообще ни разу не не сомневался и не жалел об этом. Вот тут я чуть жалел, потому что у меня здесь был получается шлем такой с рогом, скажем так. Когда мы делали модельку, мы нашли такой шлем и добавили его. И он у меня как раз здесь у родинка. И он у меня такой вот прям на родинке заканчивался, и мне это очень не нравилось, поэтому я когда его перебивал, просто сделал тут гребешок, поэтому она чуть изменилась, не знаю, я где-то показывал, по-моему. Так, потом еще есть одна татуировка, которую, наверное, вряд ли кто-то видел. Так, давай. Показываем. Видно так. Вот. Это Эскалибур. Меч Короля Артура, который у меня в камне. Давно, наверное, года, года два назад я с братом поговорил о том, что, блин, прикольно будет какие-то одинаковые татушки сделать, создать такой небольшой клуб, закрытый. Да, да, классно, классно. И когда я бил Минотавра, он как раз был в Краснодаре, он ходил со мной, смотрел, и через два дня, после того, как я набил татуировку, он мне пишет, ну, что, будем делать это? Я говорю, блин, ну, ты, конечно, сколько было времени, у меня, получается, уже там, через 6-7 дней у меня уже тренировки начинаются. Я говорю, надо было раньше, потому что мне надо было, чтобы татуировка зажила. Он говорит, ну, что, типа, тогда завтра сделаем? Я говорю, блин, ну, что, можно завтра сделать? Я говорю, а что только делать бы? И мы думали-думали, в итоге мне пришла мысль про Эскалибр, посмотрели арты в интернете, которые есть, понравилось нам, выбрали то, что нам подходит, просто пошли на следующий день и сделали одинакую татуировку, и все. Короче, такая, ну, получается, у меня была раз татуировка, два, три на ноге, и четвертый раз я перебивал, но по факту, получается, три с половиной, наверное, можно так назвать. Вот. Так что, по татуировкам пока что все. Но, наверное, еще не конец. Матвей, назови фишку в своей внешности. Фишку в внешности? Ну, сейчас это, наверняка, прическа, потому что это, наверное, сейчас узнаваемое. Не у многих есть хвост сейчас, не многие ходят с такими длинными, распущенными. Даже смотрел, у Валерия Георгиевича покороче будет, чем у меня. Ну, а фишка, блин, ну, я не знаю, рост, не знаю, удивит сейчас кого-то рост в наше время или нет. Нос может кого-то удивит. У меня нос большой еще. Не знаю. Может улыбка. Мне говорят многие, что улыбка прикольная, нравится, когда я улыбаюсь. А, короче, сейчас уже не видно, но вот здесь у меня ямочка на подбородке. Наверное, вот это моя фишка какая-то, потому что не у всех она есть, наверное. Не знаю. Но именно особенностей, блин, много, и я не могу выделить что-то одно. Я думаю, что вообще внешность человека состоит из каких-то факторов, не просто живу, допустим, из тебя менять, сделать, просто нос поменять, правильно? Нужно же все поменять. Поэтому куча особенностей, которые переплетаются и создают свой особенный образ. Ну, и какую-то личность, наверное. Индивидуальность. Не личность, индивидуальность во внешности. Поэтому именно что-то одно называть мне тяжело будет. Матвей, что ты умеешь лучше? Готовить? Убираться? Или что-то ремонтировать? Так, ну, готовить не то. Убираться могу, но не очень люблю. Наверное, ремонтировать, потому что это как минимум интересно. Да, я не совсем разберусь, не со всеми проблемами, но покопаться, это мне интересно. В чем-то покопаться я это могу сделать. Ну, допустим, это те вещи по дому, которые я делаю лично сам, что-то ремонтирую. Если я не могу и понимаю, что мне не хватает компетентности, то уже мастера приезжают. Но если возможно обойтись без них, я стараюсь. допустим, бассейн. У меня есть бассейн, я пытался его лично помыть, потому что, ну, как я, я сам помою. В итоге взял керхер и пробил его, и у меня теперь нет бассейна. Бывает такое. Ну, все методом проб и ошибок, естественно. Но, наверное, ремонт это единственное, чем я бы именно занимался из этих трех вещей. Готовка? Нет. Да я лучше закажу еды, блин, но вкусно поесть хочется, а не вот это вот помучиться, и потом еще непонятно, буду есть или нет. Матвей, назови самое главное положительное и отрицательное качество. Видимо, мое, правильно? Нет, мое. Твое? Давай, твое. Ладно. Тяжело. Про себя мне вообще тяжелее всего говорить. Ну, всем, наверное, тяжелее про себя говорить. Ой, положительное, отрицательное. Ну, положительное, наверное, то, что я умею дружить, мне кажется, и я всегда открыт. Я всегда открыт к разговору, к поддержке. Допустим, я даже капитан, я думаю, что это я должен делать, потому что я должен помогать всем, я должен выслушивать всех и решать вопросы, которые возникают в команде. Поэтому это, наверное, главное положительное. Отрицательное качество, я иногда не сдержан. Я стараюсь, сдерживаться, но иногда, вот в те моменты, когда это мне не получается, это, я считаю, что это мой минус. Я стараюсь ставить там на место других, прокручивать через себя с их точки зрения всю информацию, но когда меня накрывает, я понимаю, что я делаю грубо и говорю, что это грубо и некрасиво. Наверное, это мой главный минус сейчас. Матвей, ты азартный человек, если да, то какие азартные игры ты предпочитаешь? Я очень азартный игрок. Игрок, сразу говорю. Я игрок, сам по себе, я считаю, что я игрок, потому что я играю в футбол, я играю в карты, я играю в бильярд, играю в настольные игры, играю во что угодно. В лохотроны играю. Там эти игрушки, хватайки вот эти вот, я в них играю. Я в дартс кидаю по шарикам лопать. Вообще люблю, обожаю. Там раз в трех попыток, наверное, большой приз выигрываем. Поэтому я считаю себя вообще игроком, потому что я люблю играть во что угодно. Поэтому я, естественно, азартный. Я думаю, что азарт, это то, что дает мне стимул тренироваться и играть в футбол дальше. Помимо тех эмоций, которые я испытываю, да, эмоции – это самое главное. Но помимо этого есть азарт. Когда я выхожу на игру, я хочу выиграть. Этот азарт. И я думаю, что все профессиональные спортсмены, они азартные. Просто кто-то это держит, под которым кто-то не держит. Мне иногда тяжело это сдержать под контролем, но я прекрасно знаю, что мне делать не нужно, куда мне не нужно лезть. Поэтому есть определенные границы, которые я не перехожу. Допустим, спор. Я не люблю спорить на удачу просто так. Я оцениваю шансы. Если мне это выгодно, я готов поспорить. Поэтому я азартен, но я подхожу к этому всему с головой. Азартен. Да, азартен. Точно. Ты любишь поспать? И просыпал ли ты когда-нибудь важное событие? Я поспать люблю, но почему-то я люблю не тогда, когда мне надо. Вот, условно, мне надо лечь в 12, я люблю спать с 2. С 2 и надо встать в 9 до 11. Вот чуть-чуть у меня смещается, а в остальном, блин, все прекрасно. Спать я люблю. Бывает, сплю даже днем. Как бы после тренировки приехал чуть уставший, спокойно лег поспать час-два. По поводу того ли, просыпал ли я что-то? Ну, прям важное, что-то я не просыпал ни разу. У меня даже организм так подстраивается, не знаю, может, нервная система, потому что я ставлю будильник, допустим, я просыпаюсь до будильника за 2 минуты. Ну, у тебя было, наверняка, такое, что за 2 минуты. Но у меня это происходит относительно часто. Относительно, ну, может, раз в неделю я на тренировку встаю просто за минуту, за 2-3 будильника, может, за 5. У меня телефон паршивый, честно. Ставлю будильник, вот так ставлю, вот так закрываю приложение, открываю опять, они уже не стоят. Мне приходится перепроверять этот будильник, не знаю, что меня обмануть пытаются Apple эти ваши. Бывало такое, что у меня не срабатывал будильник, но я вставал все равно в пределах той нормы, когда я еще не опоздал, скажем так. Вот, ну, там, по мелочи я опаздывал, да, ну, кто не опаздывал. Вот, но прям сильно так не было ничего. Что ты любишь покушать? Нет ли у тебя проблем с лишним весом? Опа! Я люблю поесть, вообще много что, есть любимые блюда. Я обожаю борщ. Борщ со сметаной, если его еще подают с салом, это вообще бомба. Я обожаю борщ. Это, наверное, первое место мое. Потом я люблю окрошку. Ну, так, просто я ее люблю. Это не прям любимое блюдо, но я люблю на квасе больше, могу и на кефире, могу и на Тане, на Иране, там, что угодно, что есть. Вот, но я люблю окрошку, чуть горчица, хрена и прекрасное блюдо. Мне очень нравится. Ну, подбери язык, ну что ты. Потом, какое-то время у меня было любимое блюдо мясо по-французски, потом я понял, что все-таки борщ ничего не переплюнет. Вот, но мясо по-французски я давно уже не ем. Я люблю пельмени, но мне их нельзя, потому что, естественно, они жирненькие. Иногда я себя балую, конечно, но после этого мне приходится немножечко поработать для того, чтобы эти пельмени у меня нет, вышли спокойненько, не остались в организме. Я люблю напитки, не алкогольные, а в смысле просто. Я люблю фреши, я их просто обожаю, апельсин, яблоко, яблоко-морковь, я такое люблю. Потом смузи, тоже люблю. Я люблю всю молочку, всю молочку. Йогурты, сырки, люблю молоко, кефир пить. У меня все время пара бутылок стоит кефир и молока, это по настроению. А, я еще, самое любимое, это ряженка. Я про еду могу говорить очень долго. Самое любимое, это ряженка. Ряженка на первом месте, потом кефир, молоко пополам, что захочу. Потом у меня всегда в холодильнике есть мороженое. Когда я могу себе позволить, иногда я беру и балую себя немножко мороженым. Но я думаю, что это лучше, чем какие-то конфеты брать и еще что-то. Наполеон. Наполеон вообще обожаю. Наполеон. И чуть-чуть, мне нравится, на втором месте наверное рыжий будет. Но Наполеон, блин, я просто обожаю, я не могу. Потом. Хватит уже или еще дальше рассказывать про еду? Так, еще. Мне нравится китайская еда. Это вок, это овощи в соусе. Прекрасная еда. Бургеры я люблю, но я стараюсь от них отказываться, потому что это не то, чем должен пытаться спортсмен, как и вся газировка. Время от времени балую себя, но это бывает, блин, раз в месяц, наверное, потому что был период, я на 4 месяца или на 5 я отказался вообще от всей газировки. Максимальное, вот что у меня было, это сок в бутылках, ну, не в бутылках, это в пакетах, да, вот этих. Только это, это максимум было. Остальное все было вода. Я люблю боржоми, вот боржоми. Потому что я пью или воду, или боржоми. Я хочу, я этим заменил, допустим, какие-то вредные привычки свои, там, насчет питания, какого-то там, напитков. У меня всегда есть ящик боржоми дома и хожу и попиваю. Поэтому есть я люблю, про еду разговаривать люблю больше всего, как вы уже поняли. Вот, так что еще вопросы про еду будут? Блин, приятно будет. Ладно. Кстати, насчет еды, я вот принял себе там какое-то правило, если мне невкусно, я не ем. И это вот именно пошло, получается, с этих, с отпуска. Я приехал с отпуска с лишним, весом на сборы. Я думаю, блин, надо что-то делать. я сел на диету, я ел на диете, ел невкусную еду. Ну, как невкусную? Просто курица вареная, безвкусная вообще. Ну, и там чуть-чуть пюре из брокколи, из моркови, из чего-то еще и огурчики. Вот, это все, весь мой рацион на сборах был. Ну, в итоге я похудел, естественно, и я просто принял для себя правило такое, что я не ем, если мне невкусно. И, если я, допустим, что-то беру, пробую, мне не нравится, я говорю, я это не буду есть, я этим не буду забивать свой желудок, потому что я хочу быть немножко профессионалом, и если я не буду что-то есть, это будет только хорошо для меня, потому что я люблю покушать, и если я что-то чувствую во вкусе, что-то не так, я откладываю это блюдо и больше не. Ну, вот так вот чуть о себе рассказываю. Мотя, как у тебя обстоят дела с танцами? Отжигаешь на танцполе или пьешь сок в сторонке? Ну, скажем так, у каждого человека, наверное, ну, практически у каждого приходит такой момент, когда он, ну, готов рваться на танцпол, скажем так. Ну, я не хожу туда первым, но если меня завлекает вся эта атмосфера, то я могу немножечко, но мои движения оставляют желать лучшего, по крайней мере, в моей голове, пока я еще свежий, я не рискую, скажем так. Понятно, в своей, в своей компании какой-то свободно, раскрепощенно могу и потанцевать немного, вот, но единственное, что я танцую всегда, это медляки, естественно, потому что нужно же уделять внимание своей второй половинке, поэтому медляк это 100%, вот, а на всякие дискотеки, блин, я честно не люблю это просто. Я могу сходить, ну, сходить куда-то там, посидеть просто с компанией, но не ради того, чтобы потанцевать. У меня нет, нет желания танцевать и если надо, в душ могу потанцевать, ну, блин, это, это предел. Ну, а идти куда-то танцевать, кому-то показывать свои танцы специально, это не для меня. Я их стараюсь скрыть, наоборот, но точно не показать. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? По мне, любовь с ее разгляда это, это просто случайность. Я верю в это. Так может случиться, что увидел человека, тебе понравился он внешне, естественно, подошел, очень разговарив, понравился тебе внутренний человек, естественно, это будет считаться любовь с первого взгляда. Но по мне это полная случайность, потому что я понимаю, что любовь с первого взгляда это значит, ты смотришь на внешность, значит, тебя внешне привлекает партнер. Но помимо этого есть еще и внутренняя составляющая. Допустим, если мы смотрим про долгие отношения, тебе в долгих отношениях нужно разговаривать со своим партнером. А если тебе неинтересно разговаривать со своим партнером, то это все заведомо очень плачевная ситуация. По мне симпатия с первого взгляда важна. Но зная по себе, даже если тебе, допустим, бросать что-то в глаза или допустим, ты считаешь какие-то минусы есть во внешности человека, если ты с ним начинаешь общаться и внутренний этот человек прекрасен, открыт, прекрасно общаетесь, хороший у вас контакт, то вот эти минусы во внешности человека становятся его особенностями. И после этого ты не воспринимаешь их как минусы просто. Ты говоришь, блин, там родинка условно, который тебя смущал, ты говоришь, блин, классно у тебя родинка, и тебе она уже не вызывает негативных эмоций, потому что тебя весь человек, когда ты увидишь, связывает только хорошие воспоминания о вашем общении, о каких-то событиях, и ну просто становится как белый лист, не знаю, без минусов, одни плюсы только. И вот это, наверное, и называется симпатией, которая может перерасти в какую-то любовь. Но, скажем так, что когда внешне тебе все нравится, потом ты начнешь общаться, и внутренне все нравится, это же прекрасно, и не нужно никаких особенностей, минусов, и все остальное делать. Но это психология, наверное. Матвей, вспомни случай, когда тебе было по-настоящему стыдно. Было, вот из последнего есть, скажем так, смотрел футбол, сидел с ребятами, с знакомыми, там, друзья, которые занимаются юмором. И во время футбола шутили, естественно, потому что вокруг них весь юмор, как бы, естественно. И мне было стыдно тогда, когда я не понял шутку. Кто-то задал вопрос какой-то в шутку, я на него серьезно ответил. И меня достало стрёмненько, так я думаю, да ё-моё, ну что ж ты, в чем я держался, держался. Когда такое происходит, ты как, ну, я такой добрый парень, я такой открыт к общению, я пытаюсь, а потом я понимаю, что, блин, тормози. Я терпел, терпел, потом в итоге затерялся в мыслях и просто на автомате ответил, потом такой смотрю, он улыбается, я такой, ну блин, ну попался, на что я сделаю. Ну и чуть так неприятно стало, потому что, ну блин, я что, юмора не понимаю, что ли? Понимаю. А? Что за вопрос был? Ну там, короче, на майках же фамилии, если по буквам читать, на русский переводить, типа, жиру, это героут, условно. вот, и там весь матч какие-то тупые шутки сыпались, там все уже смеялись, ну, с чего угодно. И какая-то шутка была, тоже, типа, а героут где играет там или что-то такое? Я серьезно ответил, и такой, блин. Фишка в том, что там сидели люди, все, которые разбираются, более-менее в футболе, и основы знают. А я так, типа, ответил, как будто люди вообще не разбираются, но думаю, профессор нашелся здесь. Ну ладно. Но это да, это стремная ситуация, это последняя была и такая самая неприятная, скажем так. Теперь я выгляжу в их глазах каким-то дурочком, сто процентов. Меня до сих пор гложет. Ладно. Матвей, расскажи о своих отношениях с родителями. С родителями у меня прекрасные отношения, потому что мы регулярно видимся, я живу отдельно, но там, ну не каждую неделю, каждые две недели, наверное, мы видимся. При этом не могу сказать, что мы общаемся каждый день, каждый занимается своими делами, но я знаю, что всегда могу позвонить родителям с каким-то вопросом, по желанию или все, что я, и они тоже всегда обращаются ко мне, когда им что-то нужно. Поэтому это открытые, свободные отношения, когда сейчас у меня такого нет, но я знаю, что есть ситуации, когда детям уже не особо интересно общаться с родителями, когда они навязываются, это может сыграть плохую шутку в их отношениях. И по мне прекрасно то, что есть такое, что люди тебе надоедают, согласись. Понятно, что это плохо говорить о родителях, но они же тоже люди, такие же, как и все остальные. И, скажем так, когда тебе навязчиво говорят, приезжай там, что-то там, иди погуляй там, иди там то сделай, ну, тебе это начинает надоедать. И я очень благодарен своим родителям, что они, ну, они не лезут в мою жизнь, они спокойны. я уехал из дома в 13 лет. И лет до 14 мама пыталась меня контролировать, а потом поняла, что это бессмысленно. И с тех пор у меня нет никакого контроля родительского. И я прекрасно все чувствую. я очень благодарю их за то, что они это сделали. Потому что, ну, когда тебе ничего не поджимает, ни с одной стороны, ты, блин, комфортно себя чувствуешь. И так, ну, из-за этого складываются правильные, хорошие отношения. Да, я бывает обижаю там как-то маму. Да, мы бывает с ней как-то не понимаем друг друга, но мы всегда открыты к диалогу. И она меня научила разговаривать, разговаривать с людьми. Она очень общительная у меня. И очень много я взял от нее, поэтому, судя по себе, я могу судить и по ней немножко, потому что все-таки я часть нее. Поэтому мы всегда находим общий язык. Папа у меня немножко другой. Папа, наоборот, у меня более закрытый, необщительный, но в кругу семьи он разговаривает. Скажем так, полдетства он со мной не разговаривал. Вообще не разговаривал. Я не помню, называл ли он меня по имени условно. Ну, это грубо говоря прям. Да, мы мало контактируем, плюс он был спортсмен, занимался. Потом много работал, потому что после спорта нужно было как-то найти себя в жизни. Он много работал, не появлялся дома там, потому что просто было много работы. После этого пошел в тренер, занимался тренерской деятельностью. И тоже у него были, опять же, командировки всякие, игры. с папой мы чаще всего разговариваем именно о спорте, о том, что у меня получилось, что у него получилось, какие дела, какие новости именно в плане спортивном. А с мамой больше разговариваем о жизни, о том, что происходит вообще в моей, в ее жизни. И она делится всеми семейными новостями. Матвей, скажи честно, о чем ты мечтаешь больше всего? Так, о чем я мечтаю? Пока мне тяжело представляется моя мечта, потому что мне непонятно, что сейчас творится. Мне непонятно, чего я хочу, я как бы в раздумьях того насчет своего будущего, там, как я себя вижу дальше в футболе, что мне трудно... Нет, я не собираюсь, надеюсь, не испугаете тем, что я собираюсь завершить карьеру, я не собираюсь. То я так говорю, сам себя поймал на мысль, что как будто завершаю карьеру скоро. Вот, но нет, просто не знаю пока, что мне нужно от футбола, скажем так. Я пока что получаю то, что есть, и я понимаю, что сейчас ничего не поменяется. Вот, допустим, до лета ничего не меняется, я спокойно занимаюсь футболом, получаю удовольствие, становлюсь лучше, и пока что у меня такая цель. До лета максимально вырасти. Мне кажется, мечта — это что-то далекое, поэтому мечту я не могу назвать свою, у меня нету... Я не заглядываю так далеко, чтобы именно сказать свою мечту. У меня нет мечты именно в футболе. У меня есть цели на сезон. Цели на сезон, цели, возможно, на карьеру что-то, реализоваться как-то как вратарь, вот, но мечты именно в футболе у меня нет, поэтому нужно мечту искать где-то в жизни. Наверное, вот я просто понял, в последних событиях у меня появилась дочка, я очень понял, что у меня важна семья, я хочу найти свою семью, И в моих мечтах, если мы говорим о мечте, о моей жизни, о том, что будет происходить, когда я стану взрослым уже, сяду где-то, закончу с футболом, если мы говорим об этом, то я хочу, чтобы у меня был большой дом и у меня было много детей. Я очень хочу смотреть, как они играют между собой, как они общаются, и я хочу, чтобы у моих детей были люди, которым они могут доверить свою жизнь, себя, свои секреты, чтобы их братья и сестры были для них лучшими друзьями. Я думаю, что моя мечта – это иметь много детей и воспитать их так, чтобы они умели дружить между собой, потому что моя семья, как меня, воспитали моих братьев-родители. Это прекрасный пример, потому что я знаю, есть истории, когда там за наследство люди грызутся, ссорятся, что-то придумывают, пакосят друг к другу. Я не понимаю вообще этого, потому что для меня этого быть не может. Большой дом, много детей и очень классная семейная атмосфера. Вот это, наверное, моя мечта на будущее. Девочки, спасибо вам за вопросы. Конечно, 2-3 вопроса я забраковал, но извините меня, не все могу рассказывать. Еще раз спасибо и будут вопросы еще. Пишите, спрашивайте, всегда на связи.